Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии Оксана Холодова. Здравствуйте. И вот основная тема выпуска. Нашли виновных. Причиной августовской энергоаварии на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров. Юбилейный гектар, тысячный сертификат на получение бесплатной земли вручили в Ивановском районе. Летим в Таиланд. В зимнем расписании Благовещенского аэропорта появились авиарейсы в Бангкок и на Пхукет. И мировое признание. Амурчанка стала чемпионкой мира по дизайну ногтей. Причиной крупной энергоаварии на Дальнем Востоке стала ошибка диспетчеров. Блэкаут произошел 1 августа. Системный оператор неправильно задал параметры работы релейной защиты. Сообщается в итоговом акте Ростехнадзора. На Амурских электростанциях не были выполнены команды диспетчерского центра. Также некорректно работала система регулирования гидроагрегатов Зейской и Бурейской ГЭС. Вечером 1 августа без электричества остались потребители Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Из-за аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай. На следующий день в Минэнерго сообщили, что сбой произошел из-за короткого замыкания на территории Хабаровского края. Блэкаут оставил без света полтора миллиона человек. Тысячный сертификат на получение дальневосточного гектара выдали в Ивановском районе. Свидетельство вручил губернатор Примурия. Участок в селе Константиноградовка получатели бесплатной земли планируют использовать в сельскохозяйственных целях. Репортаж нашего корреспондента Анастасия Петраш. Как признались получатели сертификата, даже не думали, что станут юбилейными участниками программы в своем районе. Да и вообще оформить все документы на бесплатный участок получилось довольно быстро, что тоже неожиданно. Свой гектар собираются использовать для сельскохозяйственных нужд. Гектар, так сказать, мы взяли построить складские помещения, гаражи для сельскохозяйственной техники. На встрече с губернатором присутствовали и другие участники программы по выделению дальневосточных гектаров. Они смогли задать свои вопросы напрямую главе региона. Например, семья Балыбердина вступила в программу в феврале 2017-го. Оформили коллективную заявку и получили 11 гектаров земли. На дел понадобился для выпаса скота. Как рассказала Кристина Балыбердина, вот уже более 20 лет родители мужа держат коров. Сейчас Кристина с супругом им помогают в хозяйстве 24 буренки. Полученную землю сразу огородили. Коровы на свободном выпасе под контролем электронного пастуха. К Александру Козлову фермеры обратились с вопросом, могут ли они, как физлица, рассчитывать на какую-либо поддержку. Хотелось бы, конечно, дальше работать, потому что на заемные средства это невозможно все сделать самим. И, ну, как бы хотелось увеличить поголовье, работать на увеличение молока, чтобы быть ледом. И, ну, естественно, нужно оборудование и все остальное, чтобы можно было работать. Как объяснил министр сельского хозяйства, семья Балыбердиных может оформить КФХ. После этого они смогут подать заявку на получение гранта начинающим фермерам. В Преамурии уже выдано 3700 свидетельств на получение дальневосточного гектара. Заявок подано более 7000. Правильная позиция в том, что деньги надо тратить на возведение на земле. Земли в России матушки, слава богу, хватает. Работа, говорят в Амурском министерстве имущественных отношений, с гектарополучателями ведется без сбоев. Уровень отказов минимален. Большое внимание уделяется оказанию поддержки получателям бесплатных участков. В частности, представителям КФХ уже выдали 17 миллионов рублей на развитие. Также налажена работа с энергетиками. К ним поступило более сотни заявок на подключение к электросетям. Кроме того, идет работа и по трем территориям, где в рамках программы по дальневосточному гектару будет создаваться соответствующая инфраструктура. То есть мы видим там англомерацию земельных участков вместе с муниципальным образованием, исходя из конструкции, как люди выбирали земельные участки, определились по дорогам, которые необходимо построить. И, соответственно, рассчитали затраты на ПСД, на внесение изменений в документы территориального планирования и, соответственно, на строительство самих дорог. Но собираемся потихоньку приступать к следующему году. То есть в следующий год это будет этап разработки ПСД, а дальше, соответственно, при наличии финансирования будем уже строить необходимую инфраструктуру. Речь идет о селах Ивановка, Марково, а также Новопетровка. На встрече Александр Козлов отметил, многие получатели гектаров уже добились определенных успехов. Например, в Свободненском районе на бесплатных наделах вовсю растет клубника. Анастасия Петраш, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В ноябре амурчане смогут снова улететь из Благовещенска в Таиланд. В расписание аэропорта добавились авиарейсы в Бангкок и на Пхукет. Останутся полеты и на вьетнамский курорт Ничанг. Сезон осенне-зимней навигации начнется 29 октября и продлится до 25 марта следующего года. В Москву амурчан будут перевозить Икар и уральские авиалинии. С конца октября самолеты этих авиакомпаний будут летать из Благовещенска 6 раз в неделю. Икар кроме субботы, уральские авиалинии кроме среды. Аэропорт готовится к обслуживанию воздушных судов и взлетно-посадочной полосы зимой. Предприятие закупило машину для противообледенительной обработки самолетов, а также аэродромный обогреватель. На технику потратили 20 миллионов рублей. Также подготовлены химические реагенты для очистки аэродрома от снега и гололеда. Житель Свободненского села Гуран застрелил своего отца на охоте. Трагедия произошла 7 октября. По версии следствия, это был несчастный случай. Услышав шорох в кустах и думая, что за деревьями кабан, 31-летний мужчина выстрелил и попал в своего 56-летнего отца. Смерть мужчины наступила мгновенно. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Пока житель села подозревается в причинении смерти по неосторожности. В Тенгинском районе задержали трех браконьеров, которые незаконно охотились на кабаргу. В их лодке обнаружили три туши животного. В отношении нарушителей составили административные материалы. За незаконный отстрел животных их могут лишить права охотиться, а также нарушители заплатят штраф. За добытых парнокопытных браконьерам придется выплатить более 130 тысяч рублей в качестве возмещения вреда, нанесенного природе. Всего же во время рейда по северным территориям области инспекторы управления составили 12 протоколов за нарушение природоохранного законодательства. В Сковородинском районе сгорел деревянный мост. Он находился на региональной дороге между станциями Кавали и Уль-Ручьи и давно не эксплуатировался. На место происшествия выехали пожарные из Невера. Пожар зафиксировал спутник, как одну из термоточек на территории района. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако сооружение выгорело полностью. Кроме того, на нем обнаружили застрявший автомобиль. Туман и плохая видимость помешали водителю заметить повреждения на поверхности моста. Пострадавших нет. Сейчас движение осуществляется по объездной дороге. Предварительная версия возгорания поджег. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Судебные приставы ответят на вопросы амурчан в день единого приема граждан. Он пройдет 12 октября во всех городских и районных отделах ведомства. Судебные приставы проведут прием с 14 до 20 часов. За консультацией могут обратиться как обычные амурчане, так и представители различных организаций. Они смогут поинтересоваться исполнением судебных решений, вопросами актов иных органов и обеспечением установленного порядка деятельности судов. Амурчан ждут в отделах судебных приставов. Адреса указаны на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области. Для того, чтобы попасть на прием, нужно при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись по телефону 8 416 2 52 12 05. Почти тысячу амурчан планируют призывать на военную службу. Более 200 из них уже побывали в военкомате. Об итогах первых 10 дней осенней призывной кампании журналистам рассказал военный комиссар при Амуре Анатолий Хохлюк. В областном военкомате отметили, что большинство призывников, около 90%, будут служить на территории Восточного военного округа. Прошедшие весной 50 амурчан предпочли контрактную службу. Еще 30 уйдут служить по контракту этой осенью. Один амурчанин выбрал альтернативную службу. Скорее всего, армию молодому человеку заменит Амурский драматический театр. По словам военных, почти на 10% уменьшилось число призывников негодных к службе. Также меньше стало тех, кто уклоняется от службы в армии. Если раньше таких молодых людей было больше сотни, сейчас всего 10-20 человек. Такая тема, как тотальный розыск уклонистов, она уже не актуальна, эта тема. Все. Значит, ребята идут. Даже те, у которых, допустим, по состоянию здоровья есть какие-то нюансы, он сам приходит, просится, возьмите. Потому что изменилось законодательство, изменились условия службы. Если было два года службы, сейчас год службы. Если раньше можно было где-то прятаться, а потом его все равно рано или поздно спросят. А где твой военный билет? А почему ты не служил в армии? Больше половины амурских льготников выбрали деньги вместо социального пакета. Напомню, пенсионный фонд финансирует три льгота. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно. Пенсионер может выбрать все услуги, часть из них, или же получить денежную компенсацию. В Амурской области проживает более 77 тысяч федеральных льготников. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды. Из них только 30 тысяч человек захотели получать бесплатные услуги. Тем же, кто от них отказался, перечислят прибавку к пенсии. Ее сумма будет равняться общей стоимости трех льгот. Это чуть больше 1 тысячи рублей в месяц. Менять порядок получения социальных услуг можно раз в год. В следующий раз пенсионеры сделают это в 2018. В Преамуре начинает работать медицинский поезд. Академик Федор Хуглов в Амурчане смогут получить консультацию и лечение у терапевта, хирурга, кардиолога, стоматолога и окулиста, а также пройти рентген и УЗИ. Как сообщает пресс-служба ЗАБЖД, прием пациентов специалисты проведут на 7 станциях. 11 и 12 октября в Ерофее Павловиче, 13 октября в Уруше, 14 на станции Бамовской, с 15 по 17 в Сковородине, с 18 по 19 в Уруше, у Шумуни, с 20 по 21. И с 22 по 23 октября поезд будет работать в Тыгде. Специалисты будут принимать пациентов бесплатно. На прием нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Амурских второклассников и пятиклассников проверят на знание русского языка. В этом году в Преамурье во второй раз проведут всероссийские проверочные работы. Варианты заданий разрабатываются на федеральном уровне и одинаковы для всех регионов России. Испытания для учащихся вторых классов запланированы на 12 октября. Школьники пройдут контрольное списывание. 26 октября проверку проведут у пятиклассников. Ребятам предстоит написать текст без ошибок и выполнить ряд грамматических заданий. Один из лучших в России спортивный зал уровня НБА открылся в Политехническом колледже Благовещенска. Такой подарок спортсменам области сделала компания Сибур Холдинг в рамках совместной программы с Национальной баскетбольной ассоциацией. Наш корреспондент расскажет подробнее. В спортивном зале заменили старый деревянный пол на паркет, установили новые баскетбольные щиты, современное освещение. Здесь появились складные трибуны, привели в порядок и раздевалки. Отремонтированное помещение торжественно открыли губернатор области Александр Козлов и представители Сибура. Специально на это событие в Благовещенск прилетел чемпион НБА Андрей Миллер. Тут же он показал свое мастерство амурским спортсменам, провел мастер-класс. По словам американского чемпиона, обновленный спортивный зал похож на университетский спортзал США. Андрей Миллер играл в национальной баскетбольной ассоциации 17 сезонов. Сибура считается одним из самых успешных спортсменов мира. 20 амурских волонтеров поехали в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который начнется 14 октября. Ребята пробудут там 10 дней, а 12 октября к ним присоединятся еще 30 участников фестиваля из Преамурия. Их ждет уникальная образовательная и дискуссионная программа с профессионалами мирового уровня. На фестивале студенты смогут получить навыки по различным творческим направлениям – балет, ледовое шоу, кинофестиваль и цирковое представление. Также молодежь сможет принять участие в уличных танцах, пробежках, сдаче норм ГТО. На фестиваль приедут молодые люди из 150 стран мира. Перед поездкой в студию программы в Центре внимания Амурского областного телевидения пришел Александр Ягжанов, руководитель Центра подготовки волонтеров. Он сейчас находится в Сочи, и вот что рассказал Александр. 5 тысяч волонтеров со всей страны, ну и есть, конечно, иностранные волонтеры, которые также хотят показать свои навыки. То есть не со всей страны, а со всего мира. Да, со всего мира. Если мы говорим об участниках, их будет 20 тысяч, то волонтеров 5 тысяч. Ну и вот 25 тысяч, где в Олимпийском парке соберется вся наша молодежь всего мира. Есть разные позиции, да, еще раз скажу, что они начинают от самого простого, заканчивая самыми сложными. Это вот как раз работа со СМИ, работа со зрителями, протоколы, логистика, питание, здоровье. То есть вот все направления, которые в жизни необходимы, на все у нас требуются волонтеры для того, чтобы качественно провести данные мероприятия. Мировое признание. Амурский мастер по маникюру стала чемпионкой мира по дизайну ногтей. Екатерина Воронова заняла третье место в чемпионате по парикмахерскому искусству и декоративной косметике в Париже. В ее номинации было представлено 15 работ. Чем покорила амурский мастер иностранное жюри и почему яркие ногти шокируют Европу, расскажет Марьяна Геворкян. Вот так в небольшом кабинете трудится чемпион мира по дизайну ногтей. Екатерина Воронова только недавно вернулась из Парижа. Свою гордость конкурсную работу теперь держат на рабочем столе, чтобы клиентки могли во всех подробностях ее рассмотреть. На типсах ушедшие легенды музыки – Элвис Пресли, Фредди Меркури, Мерлин Монро, Майкл Джексон, Джон Леннон. Как говорит мастер, хотелось нарисовать то, что близко всем. Каждый элемент вырисовывать очень сложно, скажу честно. Работа делалась долго, кропотливо, но я не использовала никакие лупы, ничего. Пока, слава богу, что у меня еще глазки позволяют мне работать без всяких увеличительных стекол и так далее. Вот такую мелочь. Вот эта вот дама, Мерлин Монро, я ее переделывала шесть раз. А вот политиков рисовать не стала. Говорит, на конкурсе атмосфера и так была напряженной. Когда стало известно, что три призовых места заняли россиянки, зал даже не аплодировал, поддерживала только своя команда. Однако такая ситуация победного настроения нашим мастерам не испортила. Они целую неделю провели в Париже. Екатерина гуляла по улицам, побывала в Лувре на выставке Диор. Кстати, хоть и любит яркие цвета, броский маникюр себе делать не стала. Европейцы с интересом смотрят на яркие ногти, но сами на такие эксперименты не осмеливаются. Зато среди амурчанок вновь стали популярны длинные острые ногти. Да и в целом люди стали чаще ходить к профессионалам. Это становится в последнее время очень популярным, потому что женщины, сейчас даже и мужчины, поняли, что следить за собой – это просто, это красиво, это гигиенично. Даже мужчины в последнее время все больше обращают внимание на свой внешний вид и, конечно, обращаются к нам за красивыми руками и ухоженными ногами. Как говорит мастер, роспись на ногтях – это искусство, ведь в каждую работу она вкладывает душу. Кстати, тяга к рисованию у Екатерины в крови. Дедушка был профессиональным художником. Сама окончила художественную школу и получила диплом по специальности учитель черчения и рисования. Несколько лет работала товароведом, а в 2005 году решилась полностью изменить жизнь и пошла на курсы по маникюру. А уже через год выиграла в своем первом конкурсе. Это вот такой маленький. Это самый первый кубок. Это чемпионат. В Благовещенске проводился кубок Амура. Это стаж работы у меня был всего год. Я заняла первое место. Этот кубок для меня самый, можно сказать, главный. Стена гордости или стена плача. Улыбается мастер. Ведь каждая победа не дается просто так. Кубки из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Болгарии. В прошлом году Екатерина победила на чемпионате Европы. А это самая главная награда – медаль чемпионата мира. Говорит, останавливаться на достигнутом не собирается. Ведь в голове еще много идей и композиций, которые так и просятся украсить женские ногти. Марьяна Геворкян, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. И это все. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями вместе с журналистами Амурского областного телевидения. Заходите на сайты amurobl.tv и amurlenta.ru, а также на страницу канала Facebook и Одноклассники. Всего хорошего и до встречи в эфире.